Всем привет! В этом видео хочу рассказать про недорогой, сравнительно недорогой источник бесперебойного питания от известной фирмы APC. Модель называется 750RS. На момент записи этого видео средняя цена на него в Яндекс.Маркете составляет 5000 рублей. Бесперебойниками я знаю уже многие пользуются. Кстати, напишите в комментариях кто чем пользуется. Я же до этого момента с ними не сталкивался. Но в прошлом месяце у нас два раза вырубали электричество и как раз был момент, когда жена в фотошопе работала. Слава богу, макет не побился. И тут я задумался о бесперебойнике, да и на форуме народ пишет, что у нас заметно скачет напряжение. Надо в общем подстраховаться. Чем интересна именно данная модель? Здесь эффективная мощность 415 Вт. На практике данный бесперебойник выдерживает нагрузку где-то 425-430 Вт. Когда она превышает 450 Вт, уже соответственно он начинает пищать. По материалу это пластик. Спереди только одна единственная кнопка, которая подсвечивается зеленым цветом. Тут сразу я хочу отметить, что готовьтесь, что в течение 1-2 дней в комнате будет пахнуть заметно так пластиком. Потом же буквально на третий день все хорошо. Посторонних запахов не было. По разъемам здесь все просто. 4 розетки. 3 из них имеют питание от батареи. Другая не имеет, но имеет защиту от всплесков напряжения. Разъем USB. Такой же используется в принтерах. Кабель идет в комплекте, по крайней мере с новыми партиями. Для чего нужен? Ну, чтобы отслеживать статистику на компьютере. Как это будет работать на Windows и на Mac я вам расскажу чуть позже. Здесь такая вот пластиковая заглушка, с помощью которой мы, соответственно, включаем нашу батарею. Ну и кабель питания, который имеет длину 108 см. Что мне понравилось в данном бесперебойнике? Это то, что здесь нет активного охлаждения. Ну то есть в повседневном использовании вы его не слышите. Шум появляется только тогда, когда он начинает работать от батареи. Тогда немножко гудит трансформатор. В характеристиках написано, что шум до 45 дБ. Но на практике я измерял, у меня получилось 30. Ну то есть по шумам никакого дискомфорта нет. Он, кстати, работает все время, но если вы его не выключите. Потребляет по замерам около 12 Вт. По нагреву корпус теплый, чуть выше комнатной температуры. Из минуса данного бесперебойника стоит отметить, что здесь, к сожалению, отсутствует автоматический регулятор выходного напряжения AVR. Ну и поэтому цена ниже. Время зарядки аккумулятора 8 часов. На практике чуть больше 6 часов. По гарантии 2 года на бесперебойник. Что касается аккумулятора, к сожалению, сказать вам не могу, что будет через год. Но вроде бы модель продается уже достаточно времени. Поэтому, если вдруг кто пользуется, напишите в комментариях, как себя ведет батарея. Из особенностей данного бесперебойника стоит отметить возможность задать 3 диапазона входного напряжения, при которых он будет переходить на работу от батареи. По умолчанию выбран средний диапазон от 180 В до 260 В. Приключаться между 3 диапазонами можно данной кнопкой путем зажатия. Но можно просто поставить приложение на Windows. Ссылочку я добавлю в описании. И там выбрать нужное напряжение. Также здесь есть функция, которая отключает бесперебойник. Бесперебойник в случае, если в течение 15 минут нагрузка на него меньше 15 Вт. Самое приятное то, что данную функцию можно отключить. Почему это хорошо? Ну, например, если отключили свет, а вы хотите, допустим, зарядить телефон. Он, соответственно, будет потреблять меньше энергии. Бесперебойник при небольшой нагрузке отключается. Нам это не нужно. Поэтому данную штуку, опять же, можно отключить. Итак, бесперебойник я подключил. Он находится под столом. К нему подключено два компьютера, соответственно, к розеткам, которые имеют питание. И также к нему отдельно еще подключен роутер. Но к розетке, которая не имеет питания от батареи. Давайте мы его включим. Вот сейчас шумит трансформатор. Все. Окончательно запустился. Шума, как слышите, никакого нет. Повторюсь, нет активного охлаждения. Итак, к бесперебойнику подключено два компьютера. Повторюсь, слева жены, справа мой. По центру роутер. Обзор на него делал. И к нему еще подключен внешний жесткий диск. Итак, включил компьютеры. Пока они загружаются, давайте я расскажу вам о спецификациях, которые указаны на официальном сайте. Там указано, что при нагрузке 50 Ватт. Бесперебойник проработает 42 минуты. 100 Ватт 20 минут. 200 Ватт 7 минут. 300 Ватт 3 минуты. И 400 Ватт 1 минуту. Слева потребляемая мощность при минимальной нагрузке составляет где-то 135 Ватт при включенном экране. Справа мой компьютер потребляет больше, 180 Ватт. Общая потребляемая мощность вместе с роутером составила около 320 Ватт. Что касается Мака и настройки данного источника бесперебойного питания, здесь никаких драйверов ставить не нужно. Просто подключить, соответственно, USB кабель к компьютеру. И в настройках во вкладке экономия энергии появляется отдельная вкладка ИБП, источник бесперебойного питания. Там вы можете посмотреть заряд батареи и также настроить некоторые параметры. Например, выключение компьютера по достижении определенного процента батареи. Например, если остается там 10%, чтобы выключались компьютеры. В случае, если у вас Windows, настроек гораздо больше. Во-первых, вы можете, как я вам говорил, менять диапазон напряжений, при котором бесперебойник будет переходить на работу от батареи, посмотреть текущее напряжение, посмотреть, соответственно, заряд, посмотреть статистику, когда он переходил на работу от батареи. Также можно посмотреть, сколько он съел киловатт. И, кстати, я нашел стороннее приложение для Мака, которая также выводит статистику, нагрузку, напряжение и так далее. Опять же, ссылочку в описании я добавлю. Время работы от батареи при нагрузке 320 Вт у меня составило 3,5 минуты. Но сейчас на практике мы это еще разочек проверим. А время работы при нагрузке 400 Вт у меня составило минута 40. Также я проверил отдельно компьютер жены, который, повторюсь, потребляет 135 Вт. И у меня получился результат 9 минут. По таблице написано 100 Вт 20 минут. Тут есть расхождение. Вообще, что я заметил, если смотреть таблицу, которую они приводили, то при небольших нагрузках значения у них завышены. Но если нагрузки больше от 200 Вт, то, наоборот, у них показатели занижены. Повторюсь, по характеристикам эффективная мощность 415 Вт. Если у вас один компьютер, то, безусловно, данного бесперебойника вам хватит. Даже если вы будете играть в игры. Если у вас два компьютера при максимальной нагрузке, и на обоих вы будете играть в игры, то, конечно же, данного бесперебойника не хватит. Но при другой нагрузке, как в моем случае, на одном компьютере рендеринг видео, на другом работа в фотошопе, его хватает, чтобы в течение минуты закрыть все, сохранить и выключить оба компьютера. Давайте проведем еще раз наглядный эксперимент. Сейчас, повторюсь, включено два компьютера. Вытаскиваю вилку из розетки и смотрим на статистику батареи. Так, смотрите, энергопотребление сейчас 307 Вт. И отключаю питание. Все, пошла работа от батареи. Как слышите, есть шум от трансформатора. Оставшийся заряд вы можете видеть. Он уменьшается. Специально запустил таймер. Оставшийся заряд 74%. 71%. Так, ну давайте подключим питание. Ну, в общем, как могли видеть, больше трех минут при нагрузке где-то 320 Вт, что очень и очень неплохо. Ну, пожалуй, все, что хотел про него рассказал. Ссылочка будет в описании. Все, всем пока.